Всем привет, друзья! Советский Союз был крупной державой в мире, и раскатистая эхо былого величия доносится до нас сквозь десятилетия. И СССР будет напоминать о себе еще очень долго. При советской власти человек полетел в космос, были освоены целые земли, построены города, заводы, фабрики, ГЭС и так далее. Вся наша страна была построена во время СССР. А легендарное строительство БАМа осталось в памяти советских людей навсегда. Эта героическая комсомольская стройка запомнилась самоотверженным трудом и прекрасными песнями, которые были созданы советскими композиторами, поэтами, солистами и популярными вокально-инструментальными ансамблями. И сегодня мы вспомним замечательные советские песни, посвященные строительству Байкала-Амурской магистрали. И если вдруг нас смотрят зрители, которые не в курсе, что такое БАМ, то вот вам небольшая справка. Байкала-Амурская магистраль, или сокращенно БАМ, с 1985 года это Байкала-Амурская железная дорога имени Ленинского комсомола. Железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. БАМ стал самым дорогим инфраструктурным проектом в СССР. Строительство центральной части железной дороги, проходившая в сложных геологических и климатических условиях, заняло более 12 лет. Один из самых сложных участков, Североамурский туннель, был введен в постоянную эксплуатацию только в 2003 году. А теперь, прежде чем мы приступим к обзору отечественных песен, Хотелось бы вспомнить, как один из известных американских певцов и композиторов по имени Дин Рид, который всем сердцем полюбил социализм, рассказал об этой великой стройке и о людях, которых он там повстречал. Около года назад я был на БАМе. Встретил там много хороших людей и обещал написать о них песни. Я выполнил обещание. И я уверен, что еще в встречу своих друзей мы обнимемся и вместе споем эту песню. Спасибо за дружбу. Будьте спокойны, смелы, горды и счастливы. Дин Рид искренне полюбил народ СССР. И советские люди отвечали ему взаимной любовью. Певец был восхищен размахом и масштабами комсомольской стройки БАМ. И с радостью отправлялся на гастроли по ее населенным пунктам. Но теперь давайте вернемся к отечественным исполнителям. Огромной популярностью в Советском Союзе пользовалась героическая песня под названием БАМ в исполнении потрясающего певца Владислава Кононова, ведущего солиста ансамбля советской песни, всесоюзного радио и центрального ТВ. А какие замечательные слова у этой песни? Авторы этого шедевра – Оскар Фельдсман и Роберт Рождественский. Впервые композиция БАМ прозвучала на фестивале «Песня Годова» на 1974 году. Теперь давайте посмотрим и послушаем эту замечательную песню, которая до сих пор не потеряла своей актуальности. Второй хит, имевший крупный успех у советских любителей музыки, был исполнен в 1977 году вокально-инструментальным ансамблем «Пламя». Эта монументальная песня называется «Строй БАМ» и была также представлена на телевизионном фестивале «Песня Года». Авторы музыки – Зиновий Бинкин, слова – Виталий Петров. Сейчас такие мощные произведения больше не записывают. К тому же времена изменились, и сейчас в моде разнообразные тиктокеры, которые петь даже не умеют. Впрочем, советские комсомольцы и люди, рожденные в СССР, по достоинству оценят песню «Строй БАМ». А третья песня в нашем списке идет знаменитая песня «Дорога железная» в исполнении легендарного «Виа Самоцвет». Авторы композиции – Михаил Пляцковский и Владимир Шаинский. Хочется сказать, что все эти песни создавались душой и чистыми мыслями, а дорогу строили для жизни людей процветания страны. Это невероятно мотивирующая песня, зовущая на большие дела, на созидание, на творчество и на подвиг. И завершить наш сегодняшний импровизированный хит-парад советских песен хотелось гениальной композиции в исполнении народного артиста РСФСР и лауреата премии Ленинского комсомола 1978 года Льва Лещенко, которая называется «Любовь, комсомол, весна». Авторы песни – Александра Пахмутова и Николай Добронравов. У этой песни такая мощная энергетика, что сразу хочется жить и творить, чего не скажешь о нынешних музыкальных произведениях. К счастью, осталось великое советское наследие, как наглядный пример того, какой должна быть настоящая патриотическая песня, лишенная ложного пафоса и направленная только на созидание. Смотрим и слушаем вечно зеленую песню «Любовь, комсомол, весна». Друзья, всем спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии и пишите, какие советские песни вы любите, и что для вас значит такое понятие, как патриотизм. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!